В первую пятницу сентября педагоги района из числа членов профсоюза в четвертый раз собрались на территории детского оздоровительного лагеря «Заря», чтобы на исходе уходящего сезона провести заключительный этап ежегодной учительской спартакиады «Турслет». В этом году в «Зарю» прибыли 107 туристов, которые составили 9 команд. 5 из них – команды Форштата, прошлогодний победитель спартакиады, Кирсы, городской школы номер 2, Межозерного и Петропавловского, судьи отнесли к основной группе, так как они принимали участие во всех дисциплинах спартакиады и 4 к 1, решившей поучаствовать только в туристическом многоборье. Сюда вошли команды городской школы номер 1, Дома детского творчества, Смеловского и Сурменевского. Им предстояло преодолеть полосу препятствий, показать мастерство в водном слаломе, продемонстрировать на суд зрителей и жюри музыкальный номер. Участников приветствовала начальник управления образования Наталья Урцева. Она отметила, что проводимое мероприятие нужное и важное, и роль профсоюзов в вопросе организации спортивных состязаний, отдыха педагогов на свежем воздухе неоценима. В завершение турслета председатель районного профсоюза работников образования Лариса Савинова вместе с главным судьей Павлом Жаровым вручила участникам почетные грамоты и сладкие призы. По итогам первое место отвоевала команда из Кирсы, второе у второй городской школы, третье место заняла команда Форштата, четвертыми стали девушки из Межозерного и завершили турнирную таблицу Петропаловцы. Команды-новички выступили очень достойно, и это отметили все судьи. Но все же лучшие результаты показала команда девчат из поселка Смеловский, второе досталось Дому детского творчества, третье место взяла первая городская школа и четвертая казачий хутор из Сурменевского. Субтитры создавал DimaTorzok